Пенсионерка Валентина Пуликова планировала с внучкой весной 2020-го прокатиться по Скандинавии. Путевку и визу оплатила еще в январе. В итоге поездка не состоялась, а деньги оказались заморожены. Ну где-то около 40 тысяч. Просто потеряли на визу? Просто потеряла. За визу оплатила и за самолет. Пролетела, но бывает на старуху проруха. Отмены, возвраты, многоразовые переносы дат. Турагенты говорят, работа сейчас прибавилась, а прибыли такая суета не приносит. В этом году все по-другому, безусловно. Год совершенно необычный. Такого в истории, по сути, не было, наверное, лет 50 в истории туризма, я имею в виду. С марта по июль продаж вообще не было. То есть не то, чтобы там чуть-чуть. Их не было вообще. От въездного туризма также одни убытки. По подсчетам Ростуризма, госбюджет недополучил порядка 7 миллиардов рублей. К январю эта сумма увеличится до 9, уверены аналитики. Летняя передышка в июле, августе и сентябре, когда границы регионов открыли, спасла некоторые туристические компании от банкротства. В лидеры вырвались курорты Краснодарского края и Крым. Как никогда хорошо продавались речные круизы и турбазы Самарской области. Прежде всего пользовались спросом самые недорогие объекты и самые дорогие. Учитывая, что самые дорогие, потому что большое количество наших индивидуальных, скажем, ВИП-туристов все-таки не попали на зарубежные курорты, конечно, они постарались воспользоваться всеми ВИП-объектами по всей России. То есть это и Сочи, и Крым было просто невозможно в июле, в первой половине августа. Вот все было продано до конца августа. Аншлаг на берегах Краснодарского края, по мнению экспертов, был вызван отложенным спросом. Туда отправились те, кто не смог отдохнуть весной и в начале лета. Причем многие предпочли самостоятельный тур на личном авто. Вопреки ожиданиям туроператоров, открытие границ из Турции не вызвало большого ажиотажа. Часть туристов не захотели по прибытии сдавать тест на ковид, других смутили подросшие цены. К примеру, если до пандемии самый недорогой отель на двоих стоил от 30 до 40 тысяч рублей за неделю, то в этом году 50-70 тысяч. Особенности года повлияли и на длительность сезона. Если год назад, в период с октября по ноябрь, шла активная продажа бархатных путевок, то в этом году непривычно тихо. Несмотря на то, что стандартные направления этих дней в виде Турции, Мальдив, Египта и Арабских Эмиратов открыты, столпотворения в аэропортах так и не произошло. Это объясняется страхом перед второй волной пандемии, считают эксперты, и опасениями остаться запертыми за рубежом. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События.